В Тверской области определили получателей губернаторской стипендии. Ими стали молодые и талантливые ребята, которые преуспели в каком-либо виде творчества. Ежегодно стипендии и премии главы региона получают 110 дарований жителей Верхневолжья. Евгения Крылова учится на четвертом курсе Тверского Венециановского художественного колледжа на отделении живописи. Девушка рассказывает, что в 7 лет она сказала маме, что хочет быть художником. С тех пор ее решение не изменилось. Пробуя разные стили написания картин, Евгения признается, что сейчас ей нравится работать с графикой. У нас в прошлом году была пара в неделю техника графики. Там изжали различные техники. Гротаж, резерваж, гравюра по картону. Вот это очень все интересно. И аппликация тоже мне нравится. Самое сложное в творчестве, говорит Евгения, оценивать себя. Поэтому, когда преподаватель говорит то, о чем думаешь сам, значит ты приближаешься к какому-то результату. Девушка признается, что живопись не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Живопись это сложно, потому что ты не можешь просто вот взять там и нарисовать. Нужно подумать, нужно проанализировать натуру. Потом понять, как ты относишься к натуре. Потом на палитре разобрать краски, подобрать, смешать. Это такой сложный процесс. А иногда наоборот, это взлет, это всплеск. Готовиться к конкурсу на получение стипендий девушке, конечно, помогали педагоги. Работа Евгения была выполнена в технике гротаж. Это когда ватман покрывают сначала яйцом, затем тушью, а затем выскребают. И любая ошибка может погубить начатое произведение. И нельзя ошибиться, потому что ты придется переделать весь лист, поэтому нужно было подготовиться. Было сделано очень много эскизов, мы долго выбирали. Это был такой долгий-долгий процесс, и когда в итоге получилась эта серия, я просто такая, ну наконец-то, ну ура. Но, конечно, без руководителя ничего бы не получилось, поэтому Любовь Евгеньевне я передаю большой привет. Получение стипендии, признается Евгения, это в первую очередь доказательство того, что ты чего-то достиг. Свою дальнейшую жизнь девушка планирует связать только с изобразительным искусством. А полученные деньги потратить на необходимые материалы для творчества. Директор Тверского художественного колледжа Наталья Сиротина говорит, что Евгения очень яркий, индивидуальный и креативный человек. Мне очень нравится в ней еще, кроме ее способностей художественных, ее удивительный и артистический талант. Потому что это человек, без которого не проходит ни одно мероприятие в нашем колледже. Такой вот яркий, очень веселый, очень позитивный, очень радостный человек. И я думаю, что вот эти все ее тоже качества и определенная легкость, и трудолюбие, и коммуникабельность дают свои результаты. В этом году принято решение повысить размер денежного поощрения талантливой молодежи. Такое поручение губернатор Тверской области Игорь Руденя дал региональному министерству культуры. Развитие талантов — это труд, к этому необходимо прилагать усилия. А правительство должно мотивировать их и не останавливать на достигнутом, подчеркнул губернатор Игорь Руденя. Напомним, что ежегодно стипендии и премии губернатора получают 110 молодых дарований. Это молодые люди от 10 до 25 лет включительно. Продолжение следует...